Тюх-тюх-тюх-тюх. Разгорелся наш утюг. Почему утюг разгорелся, а не разогрелся, поет Любовь Орлова. А все потому, что раньше утюги работали без электричества, на раскаленных углях. Нагревался такой утюг с помощью углей. Угли закладывали внутрь утюга, закрывали крышкой, а раздували такой утюг маханием. То есть, вот так. Ученики Назаревской школы знают об этом предмете быта буквально все. Они придумали театрализованную экскурсию об утюгах. Выступили с ней на региональном фестивале школьных музеев в городе Йошкар-Ала. И теперь проводят ее для сверстников и дошколят. Если в дошкольном отделении дали, во-первых, это связь поколений, детки меняются. И это актуально, конечно же, ежегодно. И наша экскурсия, вот еще раз вернемся к ним, интерактивно, начинается не просто с обычного утюга или вот с такого маленького для кружева, а с утюга, который придумал славянский народ. Деревянная скалка и рубель. С них и начиналась история глаженного белья. И если со скалкой мы знакомы, то рубель в наши дни уже не встретить. Он представляет собой плоскую, вытянутую плашку с ручкой и поперечными на ней засечками, рубежами. Постиранное, немного подсушенное белье наматывалось на скалку. И тяжелыми движениями рубель раскатывалось по какой-либо поверхности. После утюги стали изготавливать из металла. Чем тяжелее, тем лучше эффект. Поэтому глажка изначально была делом исключительно мужским. С появлением электричества хозяйки с облегчением вздохнули. Ну а сегодня вещи отглаживаются паром за считанные секунды. В школьном музее все эти утюги можно изучить и потрогать. У нас большое количество не только экспонатов, а самое главное людей, которые этим хотят интересовать – это дети. Музей всегда открыт, и дети всегда хотят этим заниматься. Здесь условия о том, что дети сами разрабатывают экскурсии, даже их не подталкивая. С 80-го года сюда приносят экспонаты ученики и местные жители. Через раритетные вещи ребята изучают историю своей страны. Готовятся к урокам, проводят экскурсии, учатся правильно излагать свои мысли. На смену увлекательным рассказам про утюги уже готовят новые – про русский самовар. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».